Позвонил мне клиент, нежданно-негаданно, заказик вообще неизвестно откуда он появился, просто позвонил по телефону человек и заказал перевозку. Какие особенности этой перевозки? Перевозить я буду холодильник, по-моему стиральную машинку и кучу вещей. Вещей и кучу это типа мест 20-30, мне сказали. Какие плюсы этой перевозки? Плюсы перевозки такие, что на двух адресах есть грузовые лифты и естественно не надо будет ничего носить пешком, потому что это геморрой. И второй плюс это то, что перевозка, как заявил клиент, будет 500 метров между домами. То есть по сути в соседний дом надо будет перевезти все это дело. Это круто! Эта перевозка будет аж во вторник. Сегодня у нас пятница, я уехал на отдых. За моей спиной вы можете видеть вид, поэтому понятно, что я сейчас нахожусь далеко не в Киеве. Вот, поэтому во вторник состоится эта перевозка, посмотрим какие будут нюансы. Деньги, конечно же, мои стандартные, но обычно раньше такие заказы я даже не брал, потому что натягаться там надо будет прилично и я это четко понимаю. Кстати, да, заказана услуга двоих грузчиков, поэтому буду брать еще одного человечка и естественно сам носить не буду нанимать двоих грузчиков, смысл терять деньги. Вот, ну как-то так. Наступил, друзья, вторник, время без десяти семь, прояснилось по перевозке, перевозка заказана на восемь утра, это в принципе неплохо, пораньше сделать, может быть что-то еще стрельнет. На улице безумно холодно, безумно хочется спать. Фух, а сейчас еще и в таком состоянии придется работать. И это тот момент, когда ты свой хребет продаешь в счет своей машины, так зачастую делают. У меня-то в принципе с ценой все нормально. Заказ я выяснил он из сарафанного радио, то есть человеку посоветовали меня. Заявлено, напомню, что будет холодильник, стиральная машинка. Небольшой комодик и ящиков 30 с вещами. Попахать придется нормально, но благо, что есть лифты. Сейчас вставлю пару веселых картинок. Какие задачи бывают, сколько денег это все стоит. Вот конкретно вот такая сложнейшая задача, вот, там и с логистикой, с погрузкой, разгрузкой, на кучу времени убить. Вот эти все картинки, которые сейчас читаете, они вот по цене, там что-то порядка 770 гривен. По деньгам. Лучше редко поехать, так как я сегодня, чем часто вот так вот дармовозить. А вот еще одни веселые картинки. За 250 гривен. И от этих 250 гривен еще надо отнять процентов минимум 10, а то и 15. А некоторые, я там немного в кабанчике разобрался, некоторые ставят процентную ставку и до 30%. Там уже даже бунт по этому поводу завелся, что давайте ставить 15, там максимум 20. А кто-то ставит, типа, что отдаст кабанчику 30, и кабанчик, типа, каким-то образом там какие-то льготы по заданиям дает людям. Я понял, что какая-то такая схема. Фух, в общем-то, поеду забирать я своего человечка, который мне будет помогать в этом всем деле, потому что заказано двое грузчиков. Трусится немного у меня рука, потому что реально холодно. Сейчас еще пока машина прогреется, пройдет некоторое время. Да, холод это, конечно, не так страшен холод, как сырость. Так, в общем-то, еду на перевозку, посмотрим, что с этого получится в конце. Как обычно, подведем итоги и расскажу, как все было. Закончилась моя перевозка. Сейчас будет кусочек видео, успел я его подснять. Для тех, кто думает, что перевозки – это очень легкий труд. Продолжение следует... Загрузка идет. Там еще два матраса, не знаю, было видно или нет. Холодильник, тумбочка. Холодильник, тумбочка, стиралка и 30 коробочек. По итогу, холодильник, тумбочка, стиралка, стол, диван около 60 мест еще. Так и работаем. Ну, как вам, 30 ящичков, холодильник, комодик и стиральная машинка. Прикольно, да? Ну, это, в принципе, всегда норма была. Потому что никогда, когда вот такой вот квартирный переезд, никогда люди не могут объективно посчитать. И это нормально. Обычно перевозчики психуют по этому поводу. Я же, наоборот, людям благодарен. Благодарен в том плане, что их количество вещей, то, что стало больше, это все мое время. А время это все деньги, потому что все считается по тарифу. Естественно, что фиксированной цифры не было. Была именно по часовке. Это к вопросу о том, что почему такие дорогие тарифы. Потому что именно вот так вот стоит перевозка. И никак по-другому. Быть не может. Именно для вот таких вот перевозок и созданы такие тарифы. Если там везти чего-то меньше, то, в принципе, можно сделать немножко дешевле. Но в этом нет никакого абсолютно смысла. Плюсом ко всему этому тебе еще нужно поездить по вот таким дворам. 800 раз крутнуть рулем. И я просто не заснял, потому что не было времени. Как я парковался под загрузку. Это был просто трэш. Это был просто фильм-ужастик. Как я парковался. Я еще и застрял между двумя бровками поперек. В общем, было весело. Слава богу, что сцепление я не попалил. Опыт, слава богу, имеется. Так вот, перевозка. Изначально человек все спрашивал, спрашивал меня, добивался. Ну что, мы в два уложимся часа, я имею в виду сейчас. Уложимся. Я говорю, ну, по опыту скажу, что вряд ли. Чуть-чуть, наверное, залезем на третий. Ну, по итогу, перевозка вся заняла 2 часа 40 минут. В принципе, это очень короткое время для такого объема. Я скажу так. Не совсем совестные перевозчики. Это делали бы так, чтобы залезть на четвертый час без проблем. Тех 25-30 минут натягивается. Естественно, тарификация кратно часу у нормальных всех. Ну и, соответственно, по пандос на деньги. Да, это столько стоит. В принципе, я бы не отказался еще от 300 гривен. Но, в целом, по тем тарифам, которые я ставлю, ставлю и рыночные. Напомню, что рыночные сегодня не ниже 500 за 2 часа. Ну и не выше 700, потому что выше 700, это откровенно... Ну, это круто на самом деле, кто возит 700+. Это очень крутая цифра за минимальную перевозку. Это значит, носите этого клиента на руках. У меня, кстати, такой есть один. И да, действительно, ношу его на руках. Так вот, взял я рыночные цифры. Человек... У нас не получилось разойтись. Ну как, не получалось. У меня не было 50 гривен. Он говорит, так что, может, сойдемся там, типа. Надо было с 300 дать 50 сдач. Он, типа, так может, на 200 сойдемся. Я говорю, да не. Если бы у вас было все как есть. То есть, я вроде и культурно сказал, но в то же время и напомнил ему, что, дружище, ты же не забывай, что ты заявлял 30 ящиков. А у тебя, по факту, больше 60 мест. Это без крупногабарита. То есть, чтобы было понятие, мой бус 9-кубовый был забитый битком там. Ну, еще бы влезло, конечно, можно было бы толкать. Потому что, в принципе, у всех бусы резиновые, понятное дело. Если правильно уложить, то можно туда полслона вкрызнуть. Но забитый он был так, прилично. И даже по ходовым характеристикам я почувствовал, что вес там лежал, ну, килограмм, наверное, 500 плюс. Точно. До 800, я думаю, где-то так. Значит, сам переезд. Клиент был честен со мной по поводу переезда. Не поверите. Выехал со двора, вот со двора выезжаю, поворачиваю направо и заезжаю в следующий поворот опять во двор. То есть, ну, там реально фактически 200 метров, не больше. Вот, поэтому по топливу, по машине это вообще лайтовая перевозка. Там заработок максимальный, потому что, когда у тебя переезд 200 метров, это лучше всего. Машина, считай, вообще не страдает. Страдает только на подачу и все. Потому что следующая перевозка уже платит опять тебе подачу. Вот и все. Ну, и, соответственно, основные деньги, конечно, в этой перевозке зарабатывает твой хребет. А свой хребет надо продавать дорого. Для тормовозов на сегодняшний день хребет стоит 100 гривен плюс. И неважно, твой это хребет или чужой. То есть 100-120 гривен за час грузчика. Кто не понял, что такое хребет, это грузчик. Вот. Это идеальная цена. Потому что есть персонажи, которые делают это все по 50-60 гривен. Это печально. Это на самом деле печально. Так не делается. Цените свой хребет. Берегите себя. Такая сегодня была перевозка. Спасибо клиентам, что они такие есть и были. Я думаю, что еще будут обращаться. Ну, на этом все. Полезные ссылки найдете в описании. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо.